готовлю быстренько вот такой вот завтрак тут у меня яйца колбаса немножко молока но типа омлета такого и сейчас сверху посыплю свежим зеленым лучком и немножко добавлю сыра и вот такой будет завтрак всем привет начинаем с вами новый влог я только что сейчас распаковала свои семена которые мне прислали это профессиональные семена вот так вот выглядит видите как обработаны это у нас огурец мария гибрид так тут у меня кабачок маригольд уже обработаны вообще тут очень много питуней разные разные питуней вот в таких вот колбочках видите мелкие мелкие семена я в этом году хочу посадить очень красивые сорта кстати вот салат тоже листья салата хочу посадить красивые очень питуней ампельные питуньи смотрите тоже какого-то ампельная рам блин или лак очень красивая они дают такую пышную шапку лавандовая и очень ароматные а тут еще помидорки вот я заказываю очень много сейчас будем с дочерью сидеть разбираться что у нас тут даже свеколка так ну что мой хороший сейчас мы с вами будем сеять питунью и я планирую еще посту посеять перчик без земли в самокрутке сейчас вот я себе здесь подготовил рабочее место раствор перекиси пакетики с туалетной бумагой для самокруток и подготавливаю сейчас землю я смешала грунт обычный грунт да я взяла для томатов и перцев он более подходящий для питуней добавил немножечко вермикулита прям в грунт замешала и еще в качестве дренажа потому что питунья любят очень такие рыхлые почвы особенно при всходах земельку слегка я уплотнила это нужно делать обязательно и они просто могут как бы не соприкасаться землей обязательно это нужно делать ну и дальше покажу вот я разложила семена 10 семян у меня сейчас закручу и подпишу что 10 чтобы знать потом какая всхожесть сорт называется винни-пух так ну все и подписала что это перец 10 семян бассейна 26 февраля может быть немножко поздновато но вот только вчера семена получила так вышло сейчас накрываем вот это этот стаканчик пленочкой и теплое место то могу вам рекомендовать вот этот вот интернет-магазин где заказывал семена поэтому даже ссылку не буду оставлять подвели очень сильно они меня со сроками я месяц назад перечислила деньги и вот сегодня 26 февраля я только вчера получила свои семена кое-что конечно садить уже в общем-то поздновато и поэтому скорее всего больше у них заказывать не буду вот очень много питуней у меня сейчас будем садить с вами питание вот сюда такие контейнеры грунт я подготовила уже все вам показала буду сеять в каждый контейнер по несколько сортов и буду подписывать вот здесь вот сбоку номера сортов таким перманентным маркером чтобы не запутаться для удобства я прям вот ручка сделала таких вот пять углублений небольших чтобы туда поместить семена но все семена посеяны теперь можно сделать небольшую кофе паузу я сделала себе капучино и вот с таким замечательным сливовым мармеладом я сейчас хочу попить кофе этот мармелад от парижского дома чая он абсолютно не похож ни на какой другой мармелад он натуральный этот мармелад он конечно дороговато стоит но он того стоит потому что иногда можно себя и побаловать такой вкусняшкой и от этой же марки у меня вот такое вот печенье с апельсином и шоколадом это домашняя очень вкусная девчонки сейчас покажу вам вот такую вот красоту которая мне пришла тоже в подарок к 8 марта эта картина где я беременна своей доченькой к сожалению вот когда была беременная сыном не было у меня много фотографий каких-то вот ну как-то вот не было на тот момент таких возможностей вот эти все фотосессии проводить во время второй беременности я конечно же эту ситуацию исправила и вот мне захотелось такую картину чтобы она у нас была на память что хочу сказать ребята с монро арт которые рисуют эту картину рисовали мне эту картину они именно рисовали ее и только после этого переносили печать на холст в общем-то качество просто великолепная она теперь украсит наш загородный дом прекрасно туда впишется и уже практически выбрасывали пакет муж у меня нашел там еще вот такой презент представляете там еще лежала вот такая картина мы обязательно обе эти картины поместим красивые багеты и они будут украшать наш интерьер и помимо этого там еще лежал подарочек сертификат на 1000 рублей на следующий заказ кстати у наших друзей скоро будет день рождения и мы хотим сделать такой сюрприз кстати имейте ввиду вот сейчас в соцсетях у всех есть фотографии вы можете просто скопировать эту фотографию отправить монро арт и ребята сделают портрет вашим друзьям близким это настолько не избитый подарок вот кстати еще стикеры вот такие наклеечки положили нам в подарочек дочь моя с ними сейчас с удовольствием играет приклеивает их везде также положили мне чай видимо знают что я очень люблю чай такой ароматный какой-то с тропическими фруктами в общем очень приятные сюрпризы у этих ребят есть и страничка вконтакте и в инстаграм я вам оставлю ссылку на их youtube канал там у них можете посмотреть как они работы свои делают можете любой вопрос задать и вот имейте ввиду что это прекрасный будет подарок вашим друзьям родственникам потому что знаете сейчас порой идешь на какое-то мероприятие не знаешь что дарить все настолько уже приелось как-то деньги дарить в пакете в этом в конвертике уже не совсем не совсем хочется потому что хочется как-то действительно человека порадовать сделать как какой-то сюрприз вот здесь вот мне положили чай я показываю поэтому без проблем мы вот сейчас хотим нашим друзьям устроить такой сюрприз и муж и жена они кстати родились в один месяц поэтому мы поищем хорошую фотографию они у нас есть хорошая фотография и закажем для них вот такой семейный портрет снова выбрались в лес погулять у нас сегодня снежок прямо рождество соскучился по снегу снежок впереди опять хаски на них кататься можно и фотографироваться можно а у нас сегодня мужчина кашеварит и на ужин будет кролик да как ты будешь готовить пока не решил не решил пока девчонки у меня опять закончилась очередная свеча в этом году мы очень очень много жгли свечи мне это доставляло такое удовольствие создавала такой уют и огромное спасибо тем девочкам которые написали у меня в комментариях под видео когда я спрашивала чем можно отмыть вот такие вот емкости от свечек мне столько много написали полезных советов и комментариев так что вот я воспользовалась и вот такую вот замечательную баночку вот yankee candle я сейчас отмыла меня вот только что она закончилась догорела и я сразу пока она тепленькая вы мало ее посмотрите какая красота здесь даже вот на крышечке выгравирован бренд компании почему я не хочу выбрасывать такие банки потому что ну как можно выбросить такую красоту посмотрите вот здесь можно вообще хоть что хранить она такая маленькая я даже не знаю как вам показать на примере чего вот допустим на примере пойти чтобы мне показать давайте вот стаканчик возьмем обычный какой-нибудь вот стеклянный до обычный такой стакан или бокал как управлять называют и вот она но она миниатюрная здесь 104 грамма во первых это очень качественное огнеупорное стекло но вполне пригодна в пищевых целях я сейчас ее отмыла на первый раз еще сейчас поставлю в посудомойку чтобы от этике так вот это вот все отмыть и в принципе здесь можно хоть что хранить можно положить сюда орешки поставить на стол можно сделать орешки с медом вот как я люблю и все с крышечкой у вас пожалуйста можно какие-то травки к чаю можно сам часть сюда можно да хоть что такая красивая баночка раз можно ее выбрасывать мы такие банки с вами покупаем за деньги да вот в магазинах в той же икеи а это вот такая миниатюрная где вы такую купите я уже думаю здесь можно приготовить какой-то скраб домашний смешать например там кофе жмых и масло кокосовое либо кофейный жмых и гель для душа кто как любит я и тут и тут вариант люблю использовать в общем классная баночка тем более что она мне очень дорога именно вот это еще несколько которые я привозила с собой из италии мы ездили кататься на лыжах несколько лет тому назад и в альпах мы справляли новый год в деревне вальгардена может быть кто-то был там и там в этой деревеньке я купила несколько таких вот свечек от янки кэндл и они с нами праздновали там новый год естественно я их не смогла выбросить привезла их сюда домой и где-то я ванну с ними принимала и вот в этот новый год у меня две свечи от янки закончились 1 ведерочки такая вот это вот крышечкой обязательно буду еще приобретать себе такие свечи кстати вы меня просили снять вам видео о моих любимых свечах напишите мне пожалуйста здесь в комментариях насколько это видео для вас будет интересно и актуально потому что свечек у меня достаточно много и мы все еще продолжаем жечь поскольку зима вот у меня например вот такая тоже уже видите заканчивается этого не племянник привозил на новый год подарок такой вот эту свечу бессенд будем все она уже вот видите практически закончилась потом вот такую с ароматом березы здесь вообще уже ее осталось прям совсем совсем немножко и в общем у меня много свечей покажу вот у меня еще такая есть это свечка у нас от сабон от сабон с ароматом так фокус 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 сейчас секунду магическая амбра собор здесь такая железная банка кстати она у меня погнутая потому что потому что вот такая крышка с ней шла видите крышка тоже кстати погнутая мне это свечу подарили и она настолько плотного прилегала что мы не могли открыть и пришлось мужу его так таскай раскорячить мне конечно очень жалко что упаковка нарушена но сама свеча обалденно пахнет есть два фитилька но вот здесь воск такой знаете твердый я думаю что здесь парафин а вот у этих вот свечей воск очень мягкий и у янки кэндл тоже здесь воск идет пчелиный на основе пчелиного либо соевого воска то есть это свечи натуральные которыми в принципе не вредно дышать те которые парафиновые вот например вот этот сабон она может короче говоря парафиновой свечи они атмосферу отдают продукты нефтехимии то все время горения это не есть хорошо нужно обязательно проветривать помещение вообще после всех свечей желательно проветривать помещение но вот отдать от этих такой знаете приятный какой-то теплый теплый аромат стоит во всей квартире очень создают они конечно уют настроение поднимают вот так что свечей у меня много если вам интересно такое видео дайте мне знать